К 1900 году Германия наращивала силы, становясь лидером индустриальной революции. Например, не было абсолютно никаких причин для развязывания Первой мировой войны, кроме той, что это был великолепный шанс для банковского картеля сделать гору денег, финансируя обе стороны той войны. 28 июня 1914 года наследник на автро-венгерский трон, эдгерцог Франц Фердинанд, был убит в автоэкипаже. Черная рука, сербское секретное общество, завязанное с французской и британской агентурой, дало себя знать. Первая мировая война началась. Вооруженные компании финансировались банками под контрольными Ротшильду в Германии, Франции, Англии и Австрии. По крайней мере, 20 миллионов были убиты в той войне. Конфликт был столь ужасен, что люди поклялись никогда больше не браться за оружие. Они скандировали «Война за окончание всех войн». Вопрос в том, почему они хотели войну. В первую очередь, из-за денег и власти. Во-вторых, они хотели создать Лигу Наций. Все это время они лелеяли эту идею. И как следствие, как только война была закончена, и чтобы она не повторилась снова, они начинают проталкивать вопрос о создании Лиги Наций. Сотни лет практики, пройденные британскими экспертами, научили их скрывать свои империи в тени марионеточных правительств и органов местного самоуправления. Лига Наций была предложена ими во имя предотвращения конфликтов в будущем. Истинное же их намерение было сделать Лигу Наций каркасом для мирового правительства. Президент Уудро Уилсон, который возглавил основание ЧАФС США в 1913-м, решительно поддержал учреждение Лиги Наций. Уудро Уилсон был очень наивный президент. Он был профессором колледжа, втянутым в эту систему. Лига Наций собралась в Париже в 1919-м, но многие нации распознали в ней угрозу своему суверенитету и отказались присоединиться. Расстроенные отказом Конгресса США от вступления в Лигу Наций, британские агенты с помощью семейства Рокфеллера учреждают Совет по внешним отношениям в Нью-Йорке в 1921-м. Совет вербовал лучших американцев для поддержания роста англо-американской империи. Заявленная миссия Совета по внешним отношениям это аннулирование всех государств в пользу властного мирового правительства под управлением небольшой элиты. К 1930-му вдохновители идеи мирового правительства раскололись на два взаимосвязанных лагеря фабианские социалисты в Лондоне и фашисты в Италии и Германии. Национал-социализм революционным путем установит новый мировой порядок. Адольф Гитлер Сторонники фашистов в США и Англии верили, что военщина быстро преобразует мир в новый мировой порядок, в то время как более искушенные социалисты заявляли, что дорога к мировому господству через постепенность. Победитель почетной медали Конгресса, генерал-лейтенант Смедли Батлер, предал гласности в 1934 году попытку магнатов-грабителей начать военное несповержение Соединенных Штатов. Герой войны свидетельствовал комитету Маккормана Дикстейна в Конгрессе, что некоторые из самых влиятельных людей в Америке пытались завербовать его для осуществления военного переворота с целью установления национал-социализма в Соединенных Штатах. Я выступил перед комиссией Конгресса наивысшим представителем народа Америки под присягой, чтобы сказать, что знал о действиях, которые могли привести к попытке установить фашистскую диктатуру. Как предполагалось, я должен был возглавить 500 тысяч организованных людей, которые бы были способны перевести к уничтожению функции настоящего правительства. Фашисты также осуществили глубокое вторжение в Англию. Эдвард VIII, король Англии, был вынужден отречься от престола из-за своей публичной поддержки Гитлера. Хотя ведомый немцами фашистский лагерь был силен, блок фабианских социалистов был способен удержать под контролем США, Россию и Англию. В подготовке к Второй мировой войне и в течение конфликта банкиры вновь финансировали обе стороны, так же, как и в истории с Наполеоном. С ростом и падением Третьего рейха Европа лежала в руинах. А элита доказывала вновь, что только глобальное управление может спасти человечество от неминуемого саморазрушения. И на сей раз элита преуспела в создании своего мирового органа. В апреле 1945-го в форте морской базы в Сан-Франциско победителями Второй мировой войны была основана Организация Объединенных Наций. Здание ООН было тогда построено в Нью-Йорке на участке земли, подаренным Джоном Д. Рокфеллером. Вскоре после того, как элита открыла штаб-квартиру ООН в США, недавно сформированный Всемирный Совет, быстро начала работу над следующей стадией их плана – пошаговое формирование континентальных сверхдержав. Первый шаг их трехстромного плана был созданием Европейского Союза. Объединить Европу пробовали много раз, но те попытки были чрезвычайно непопулярны. Где Наполеон и Гитлер потерпели неудачу с позиций силы, глобалисты втихую сделали свое дело. Британцы возглавили формирование Совета Европы 5 мая 1949-го. Лондонское соглашение требовало только установления торговых связей между европейскими нациями, подобно НАФТА или ГАТ в Северной Америке. Истина же скрывалась в цели формирования европейского супергосударства. «У нас будет мировое правительство, войной или мирным путем, хотите вы это или нет». Джеймс Уорбург в Сенатской комиссии по иностранным делам 17 февраля 1950-го года. В 1954-м элита планеты встретилась в тайне в отеле Билдерберг в Устербеке, Голландия. Билдербергская группа позже признала, что их миссия была формирование ЕС. Как только ЕС был установлен под обликом торговых дел, настала очередь создания Североамериканского и Азиатского союза. Три взаимосвязанных супергосударства формируют ядро глобального правительства, в то время как Организация Объединенных Наций служит всемирным регулятором и принудительным органом для Третьего мира. Билдербергская группа состоит из глав руководящих групп круглого стола, правящего отдельными странами. Представьте элитную структуру мировой власти, как гигантскую пирамиду с элитой элит на верхушке. Группа была настолько скрытна, что до середины 80-х управляемые корпоративные средства массовой информации отрицали ее существование. Вплоть до конца 90-х в прессе появлялись только редкие и короткие упоминания. С появлением альтернативных средств массовой информации, крепкий захват информационного пространства начал ускользать из их рук. Сегодня в предместье Национального Капитолия к отелю съезжались черные лимузины с затемненными окнами под неусыпным контролем частных сил охраны. Лимузины привозили членов королевских семей, влиятельных политических комиссионеров и индустриальных титанов на тайную встречу, которая подлится весь уикенд. Она известна как Билдербергская группа. На самом ли деле их цель – мировое господство? Каждые четыре года члены Билдерберга встречаются в Северной Америке. И в июне 2006-го мы решили отправиться в Оттаву, Капитолий Канады, место встречи Билдерберга. В длинной истории Билдерберга многие попытки репортеров осветить деятельность этой группы заканчивались задержанием.